Думал ли я, что буду еще и рикши? Ну и как? Груз симпатичный. А у вас дети есть? Дочь студентка. А жена у вас красивая? Красивая. А фигура? Знакошибательная. Тарантайка какая-то трясучая! Людмила Гурченко – известная советская и российская актриса и певица. Фильмы с участием Гурченко известны миллионам и прочно вошли в списки советской классики. А сама актриса стала символом целой эпохи в отечественном кинематографе. В кино Людмила Марковна дебютировала еще в студенческие годы. Ее первым фильмом стала картина «Дорога правды» Яна Фрида, вышедшая на экраны в 1956 году. «Я не затем сюда пришла, чтобы молчать» – это была первая фраза актрисы в кино. Фильм был замечен, как и начинающая актриса. Оглушительно популярной Гурченко стала после выхода на экраны новогодней комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Актриса в один миг стала всенародной любимицей и кумиром. Кинолент побила все рекорды проката. На нее было продано почти 50 миллионов билетов. А песня «Пять минут» в исполнении главной героини Леночки Крыловой стала гимном Нового года. Далее последовала картина «Девушка с гитарой», которая была написана специально для Гурченко и в которой артистка снова получила главную роль, очень похожую с предыдущей, тоже в легком танцевальном жанре. Этот фильм был менее удачным, хотя по инерции и собрал полные кинозалы страны. Но успех этих двух лент имел в другую сторону медали. За Гурченко закрепилось амплуа некоторой легкости и беззаботности. Следующие события стали темной полосой в киноактерской биографии актрисы. Из-за сложного финансового положения она была вынуждена параллельно со съемками подрабатывать, выступать с концертами на заводах и устраивать творческие вечера со зрителями. Эти актерские халтуры вызывали порицание в прессе. Официально именно это и вызвало проблемы в карьере. Но существует версия, что отказы артистки в новых ролях были направлены сверху. В 1957 году во время съемок «Девушки с гитарой» актрису вызвал министр культуры СССР Николай Михайлов и, по слухам, предложил сотрудничать с КГБ во время 6-го международного фестиваля молодежи и студентов. Гурченко отказалась. Говорят, именно это стало причиной травли и некоторого забвения. Долгие 10 лет артистку не брали на главные роли. В этот период Людмила Марковна попробовала свои силы в драматическом амплуа. В киноленте «Балтийское небо» она продемонстрировала, что может играть глубоких трагических героинь, переживающих сильные чувства. В таком же амплуа Гурченко сыграла в лентах «Рабочий поселок» и «Старые стены». Черная полоса в карьере Гурченко закончилась. Она вновь стала одной из самых востребованных актрис страны и получила возможность сниматься, получив яркие роли в фильмах. Это были музыкальные картины «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка», «Табачный капитан» и «Мама». Во время съемок киносказки «Мама» Гурченко сильно повредила ногу. Ей грозила инвалидность, закрытый перелом со смещением. Вновь танцевать и ходить на высоких каблуках Людмила Марковна смогла лишь после многолетних тренировок. Всего на счету великой актрисы 96 ролей в кино. Самые незабываемые и яркие – любимая женщина-механика Гаврилова, отпуск за свой счет, «Полеты во сне и наяву», «Вокзал для двоих», «Рецепты ее молодости» и, конечно же, легендарная комедия «Любовь и голуби». Людмила Марковна Гурченко – синтетическая актриса. Ей были подвластны все жанры – водовили мюзикл, мелодрамы, трагедии и военные драмы. Актриса прекрасно пела и танцевала, но ее любовью и жизнью был кинематограф. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Впереди еще очень много интересного!